Всем привет, в этом видео хочу представить вам топ бесплатных программ, о которых вы должны знать. Список программ, которые должны стоять на каждом ПК и других полезных утилит, которые дополняют ваш список нужных программ. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Вероятно, у каждого пользователя есть свой список полезных утилит, которые установлены на ПК. В этом видео будут представлены бесплатные программы, которые вполне могут заменить их платные аналоги и помогут вам в выполнении тех или иных задач. Итак, начнем. А перед тем, как что-либо скачивать и устанавливать, стоит установить хороший антивирус. В Windows 10 есть свой встроенный защитник, но он стабильно получает не самые высокие оценки от независимых экспертов. А если вы используете одну из более ранних версий этой операционной системы, то вам точно необходимо установить один из следующих защитных программ. Хороший антивирус не будет лишним. К примеру, антивирусные решения от компании Вира и лаборатории Касперского часто входят в число лидирующих по результатам популярных тестов. И у этих компаний есть бесплатные продукты, которые обеспечивают необходимый уровень защиты. AviraFree Security Suite Это бесплатный многофункциональный пакет программ, который облегчит вам работу в цифровой среде. Этот антивирус предотвратит отслеживание ваших действий в интернете, защитит конфиденциальность и позволит изначально ускорить выполнение ежедневных задач. Помимо защиты, в пакет встроен бесплатный VPN, программа для оптимизации ПК, менеджер паролей и мастер обновления программного обеспечения. Следующий бесплатный антивирус с хорошими оценками – Касперский Фри. Эта утилита защитит ваш компьютер от вирусов, заблокирует опасные файлы и приложения, а также предупредит о вредоносных веб-сайтах. Производитель гарантирует обеспечение надежной защиты без замедления систем. Благодаря автоматическим обновлениям программы ваш компьютер будет защищен от наиболее распространенных угроз. Следующим, что нужно установить – это браузер. Ему принадлежит титул одной из самых популярных программ для ПК. Стандартные же веб-браузеры, встроенные в систему, можно назвать ее слабым местом. Продвинутые пользователи уже давно не используют их из-за ошибок и сомнительного удобства. Для более удобного веб-серфинга рекомендую установить одни из следующих популярных браузеров, которые являются лидерами в этой сфере – Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera и Яндекс. Из этого списка я бы выделил Google Chrome. Он поддерживает огромное количество расширений, дополняющих его функции, а его кросс-платформенный тип дает возможность синхронизировать данные пользователя с мобильными устройствами. А еще браузер автоматически обеспечивает защиту от таких угроз, как фишинг и вредоносные сайты. Следующая утилита позволит вам скачивать другие приложения или файлы в торрент ресурсов. Для того, чтобы скачивать объемные программы, видео и прочие файлы большого размера, самого браузера вам уже будет недостаточно, потому как загрузка может оборваться в любой момент и прогресс будет потерян. Да и скорость вас вряд ли обрадует. Для этих целей есть специальные приложения, которые быстро скачивают файлы любого размера и не боятся проблем в соединении. Transmission – простой и легкий BitTorrent клиент, который позволяет удобно и быстро скачивать любой контент с любого торрент-ресурса. Тут вы не найдете лишних утяжеляющих функций, в наличии только самые основные и нужные инструменты. Вы можете добавлять для загрузки уже имеющиеся на вашем ПК торрент-файлы, а можете перетаскивать ссылку в рабочее окошко программы прямо из трекера. Кроме того, программа способна закачивать файлы и по URL. Есть возможность определять приоритет загрузок, ограничивать скорость скачивания и раздачи, контролировать рейтинг, создавать свои торренты и такое прочее. Здесь присутствует расширенная информация о каждом торренте – размер, доступность, источник, наличие пиров, задействованные трекеры и т.д. Интерфейс программы лаконичен и не составит проблем с освоением. Так что если вы ищите быстрый и удобный клиент для скачивания торрентов, то советуем обратить внимание на это простое приложение. В дальнейшем при скачивании программ у вас возникает потребность в архиваторе, так как большинство из них будут запакованы в архив, и чтобы их извлечь, вам потребуется установить архиватор. 7-Zip – это бесплатный архиватор для Windows, обладающий неплохой скоростью работы, поддержкой всех современных форматов, имеет высокую степень сжатия и поддержку множества форматов архивов. Приложение интегрируется в проводник Windows. Есть версия для командой строки, плагин для Farmanager, который позволяет работать с архивом без внешних архиваторов. После работы в интернете и установки и удаления программ на вашем компьютере будут скатпливаться ненужные файлы, и в скором времени вам понадобится утилита для очистки таких файлов, так называемого мусора. Программа CCleaner поможет вам избавиться от таких файлов. Она способна повысить производительность компьютера, в разы избавив память от ненужных повреденных файлов. Работая в сети и устанавливая приложение, вы никак не сможете проследить, чтобы на ПК не оставалось ничего лишнего и тормозящего работу системы. С помощью данной программы вы сможете чистить реестр Windows и удалять неиспользуемые файлы в несколько кликов. Работает она достаточно быстро и имеет понятный интерфейс, так что в процессе работы не должно возникнуть никаких трудностей. У нас на канале есть подробное видео, как избавиться от ненужных файлов, ссылка будет в описании. Многие пользователи давно не храняют важную информацию на локальных дисках, а заливают данные в облачные сервисы. Преимущество подобного метода хранения файлов – возможность доступа к данным с любого устройства, подключенного к интернету. Google Drive – это один из самых популярных сервисов для размещения, хранения и обмена файлами. Позволяет синхронизировать файлы между компьютером и мобильным устройством с помощью одного аккаунта. Используя Google Disk, вы сможете загрузить любую информацию в интернет для личного использования или для возможности поделиться какими-либо файлами с другими людьми. Предоставляет 5 Гигабайт для бесплатного хранения. Google Photo – этот сервис предназначен для хранения, редактирования и обмена фотографиями и видео. Установив и настроив данное приложение, фото и видео автоматически будут загружаться в облачное хранилище, а также упорядочиваются и становятся доступными для поиска сразу после загрузки. Вы сможете быстро делиться ими с кем угодно и не беспокоиться о том, что на вашем устройстве закончится свободное место. Если вы часто смотрите различные видео на компьютере, вы должны знать, что в операционной системе Windows есть встроенный видеопроигрыватель Windows Media Player. Он воспроизводит большинство базовых форматов, но с некоторыми роликами все же может не справиться. В таком случае в качестве альтернативы стоит попробовать установить другой проигрыватель, к примеру, VLC, или установить набор дополнительных видеокодеков. VLC – это бесплатный и свободный кросс-платформенный медиаплеер с открытым исходным кодом. Он воспроизводит множество мультимедийных файлов и сетевые трансляции по самым разным протоколам. Понимает большинство кодеков без дополнительных пакетов. А если все же понадобится пакет кодеков, воспользуйтесь пакетом K-Lite Codec Pack. K-Lite Codec Pack – это универсальный набор кодеков и утилит для просмотра и обработки аудио и видеофайлов. В пакет входит большое количество свободных, бесплатных кодеков и утилит. Пакет был специально разработан для простой установки и использования даже начинающими пользователями. С помощью этого пакета вы получите возможность проигрывания всех популярных и даже многих и редких форматов аудио и видеофайлов. А если вы пользуетесь мессенджерами на телефоне и вам нужен такой для ПК, вот несколько популярных из них. WhatsApp – популярная бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи, позволяет пересылать текстовые сообщения, изображения, видео и аудио через интернет. На операционной системе Windows клиент работает в виде веб-приложений. Facebook Messenger – приложение для обмена мгновенными сообщениями и видео, созданное в Facebook. Оно интегрировано в системе обмена сообщениями на основном сайте Facebook. Viber на ПК – приложение для компьютера синхронизируется с вашим смартфоном и облегчит чтение и отправку сообщений при работе за ПК. Чтобы активировать Viber на компьютере, вам потребуется действующая учетная запись Viber на смартфоне. Если вы все еще слушаете музыку, скачанную на жесткий диск, вам необходим хороший музыкальный плеер. MusicBee – функциональный бесплатный музыкальный проигрыватель с широким набором разнообразных опций. В программе присутствует возможность работы с плейлистами, мощный редактор тегов, встраиваемый аудиоконвертер и CD Reaper. Имеется поддержка подкастов и аудиокниг, а также автоматическая загрузка информации из сети интернет, обложки альбомов, тексты песен, сведения об артистах и другое. AIM – многофункциональный аудио-центр. Благодаря встроенным утилитам вы с легкостью можете перекодировать музыку из одного формата в другой, записывать звук с микрофона или другого звукового устройства, отредактировать теги mp3, а также группой переименовать или отсортировать музыкальные файлы. Программа создавалась по замечаниям пользователей других плееров, так что в нем сосредоточилось все самое лучшее и даже большее. Проигрыватель имеет 18-полосной эквалайзер, позволяющий изменять звучание до наилучшего качества. Также, возможно, вам понадобится графический редактор. Графический редактор – незаменимый инструмент фотографов и дизайнеров, который может быть полезен и любому другому человеку. Если для профессионалов есть фотошоп и аналогичные программы, для задач простого пользователя хватит и Paint.Net. Этот легкий и минималистический редактор придет на помощь, когда понадобится обрезать изображение, изменить его размер, подкорректировать цвет или нанести пометки. Графический редактор – Paint.Net отличается продуманным интерфейсом и значительной функциональностью по сравнению со стандартным редактором MS Paint из поставки Windows. Paint.Net является бесплатной альтернативой дорогостоящим средствам, оснащен обширным набором возможностей и обладает поддержкой планшетных компьютеров. GMP – гибкий, мощный, многоцелевой и, главное, бесплатный графический редактор, который мало чем уступает – фотошоп. Отлично подойдет и для рисования, и для разработки веб-дизайна или графического дизайна. Позволяет применять графики, спецэффекты, инструменты и прочие действия. Идентичный фотошоп. Редактор является отличным выбором для работы с ростовой графикой. Отличается удобством, расширяемостью и простотой. А если вы часто пользуетесь блокнотом, хочу посоветовать вам альтернативу – блокнот Notepad++, который имеет сравнительно более широкий функционал. Текстовый редактор Notepad++ предназначен для программистов и всех тех, кого не устраивает скромная функциональность входящего в состав Windows блокнота. Основные особенности программ – подсветка текста и возможность сворачивания блоков. Согласно синтаксу языка программирования обладает поддержкой большого количества языков, записей и выполнением макроса. Если вам нужна бесплатная альтернатива MS Office, попробуйте воспользоваться LibreOffice. LibreOffice – это офисный пакет с открытым исходным кодом, являющийся ответвлением от проекта OpenOffice и претендующий на роль бесплатной альтернативы пакету офисных приложений Microsoft Office. В состав программы входят текстовый редактор, табличный процессор Calc, мастер презентаций Impress, векторный графический редактор, редактор формул и модуль управления базами данных. Кроме того, LibreOffice оснащен средствами импортирования SVG графики. Также в состав пакетов включены многие расширения, как, например, импорт PDF, консоль презентаций, улучшенный построитель отчетов и многое другое. Если вы часто работаете с почтой, вам просто необходимо будет установить почтовый клиент. Mozilla Thunderbird – это достаточно мощный и бесплатный почтовый клиент, который позволяет максимально эффективно работать с электронной почтой. Используя Thunderbird, вы получите высокую безопасность. Windows программа не использует в своей работе движок Internet Explorer для отображения писем в формате HTML, а значит не реагирует на все традиционные уязвимости. Разумеется, ничто не спасет, если вы запускаете прикрепленный файл письма от неизвестного адресата, также имеет отменную поддержку HTML. Мало того, что почтовый клиент безошибочно отображает HTML, он еще имеет отличный HTML-редактор, создающий компактный код, продуманный интерфейс, доступный для освоения, даже от человеку, далекому от высоких технологий, настраиваемую панель инструментов, лаконичное меню и так далее. Thunderbird автоматически фильтрует рекламу, а также может загружать только заголовки, а письма вручную удалять на сервере. Поддерживаются RSS новости. Это развивающийся почтовый клиент, регулярно выходят его новые версии, исправляются найденные ошибки, добавляются новые функции. Следующая утилита из списка PuntoSwitcher. PuntoSwitcher – это полезная и бесплатная утилита, которая особенно пригодится тем пользователям, которые набирают большое количество текста на компьютере. Изначально программа создавалась в роли автоматической переключалки языков для пользователей, не обладающих навыками слепого печатания текста. На сегодня в PuntoSwitcher содержится множество дополнительных функций. Поддержка транслита, запоминание всех введенных символов, конвертация чисел в текст, возможность внесения шаблонов, интеграция популяренных сервисов вроде Twitter и Википедии. Внутренний словарь программы состоит из более миллиона слов. Следующая на очереди утилита для создания и обмена скриншотами. Joxy – это удобный инструмент, позволяющий обмениваться скриншотами и файлами по сети. Не требует дополнительных стресс, таких как графический редактор, архиватор и хостинг. С его помощью можно моментально делать скриншот, внести графические оправки и опубликовать файл в один клик. Особенности программы Высокая скорость процессов, все этапы работы максимально оптимизированы, имеют поддержку горячих клавиш, возможность создавать личный аккаунт и хранить файлы на сервере, доступ к загруженным файлам с любого компьютера или мобильного устройства, историю загрузок и неограниченное время хранения файлов. Любой файл или скриншот, загружаемый на Joxy, можно отослать в свой блог или опубликовать через социальную сеть. Также Joxy дает возможность пользователям оставлять под загруженным контентом комментарии из-под своих аккаунтов в соцсетях, блогах или почтовых сервисах. А если вам нужно быстро передать файл из компьютера на телефон без проводов по Wi-Fi, есть неплохая программка, которая поможет вам в этом. Портал. Для передачи файлов нужно будет установить ее на телефон и запустить. Затем открыть на компьютере любой веб-браузер и перейти на сайт данной утилиты. После нажать на телефоне сканировать и считать QR-код, со страницы сайта. А затем просто перетянуть файлы, которые нужно передать на телефон в это окно. И после загрузки они появятся в этой программе на телефоне. Следующая утилита позволит подключиться удаленно к рабочему столу ПК. TeamViewer удобное использование программам для получения удаленного доступа к компьютерам, баб-код бронбаверов, заблокированных портов, а также над маршрутизацией локальных IP-адресов. Кроме того, есть возможность демонстрировать другим пользователям собственный рабочий стол и презентации, а также осуществлять передачу файлов. Программа использует в работе защищенные каналы передачи данных с обменом ключами и шифрованием сеанса IES. Основные возможности удаленное администрирование компьютеров пользователей и серверов, возможность обмена файлами, использование в работе защищенных каналов передачи данных с обменом ключами и шифрованием сеанса IES. Удобный список активных пользователей с возможностью подключения, возможность работы программой без установки на локальный компьютер, возможность работы с удаленным компьютером через браузер, оптимизированное качество отображения и скорость передачи данных. Ну и напоследок отличный веб-сервис Ninai, который вам позволит установить сразу несколько программ из данного списка всего несколько кликов мышки. Здесь на сайте нужно только отметить те приложения, которые вы хотите установить и нажать Get Uninai, после чего на компьютер будет скачан установщик, который автоматически установит последние версии выбранных программ. Это, конечно же, далеко не весь список полезных бесплатных утилит. Если вы хотите его дополнить, будем рады видеть ваши комментарии под этим видео. А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно и вы отметили для себя несколько полезных утилит из этого списка. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.